Добрый день! Это программа Растительная жизнь. Не так часто приходится ходить вот с такими архитектурными излишествами подмышкой. Мы приехали на дачу к эксцентричной певице Ирине Аллегровой, и она разрешила у себя на даче ставить эксперименты. Дача эта буржуазная и вылизанная, и поэтому здесь очень хочется сделать руины. Здравствуйте, здравствуйте, Ирина. Прекрасно выглядите, несмотря на жару. Это наш дизайнер Лена. Сейчас вам покажем, где вам будем делать красоту. Что придумали здесь? Это кусочек романтического сада. То есть это будут такие древние развалины, уголок, где можно будет отдохнуть, но имитация постаренного. Руины? Да, я думаю, что такая романтика с Ирине характерна, поэтому... Нужно будет сесть, посидеть, подумать, да. Елена Синина – главный архитектор фирмы Европарка 2000. В основе ее проектов – природный ландшафт, модные тенденции и личность заказчика. Она любит амбициозные решения и стилизацию. Я думаю, что этого вы еще не пробовали. Держите, это ваше, это мое. Давай. Нам не страшно, так. А что страшного-то? Откуда начинаем? Откуда хотите? От своего колышка. Да я научусь только сначала. Лучше, чтобы не портить газон, за границей вообще не залезать. Вот такую могилку небольшую роем. Типун вам на язык. Вот только по виду. На этом месте будет романтический пруд, руины. В общем, должно создаться ощущение старого запущенного сада. Основой для водоема будет фабричная заготовка для прудов, купленная в магазине. Работа предстоит адово. Ну что, пойдем. Пойдемте. Интересно ждать, как звезды живут. Ну так, я не готова вообще-то к такому съемочному виду. Но самое интересное – застать вас врасплох. Врасплох. Кто сидит? Как кто? Александр II, мой внук. Внук? То есть, вы уже бабушка? Да. Я уже бабушка. И горжусь этим. Чего себе. А здесь у вас, как я понимаю, кухня. Здесь у нас как бы кухня и столовая. Это моя мамочка, это моя тетечка из Израиля, тетя Беба. Вот моя главная комната. Надо идти. Это мечта женщины, уже проверено. Вот. Это холодная комната, холодильник. Ух. Где у нас 4 градуса. О, здорово. Здесь можно жить. Здесь можно жить просто. Пожалуй, вот это главное место. И главное место по здоровью. Это здесь. Здесь собаки у вас везде как… Они где хотят. Они не плавают? Так. Ничего себе, какие у вас здесь станки. То есть, у вас дома и солярий даже есть? Солярием я пользуюсь. Это стало недавно. Я даю себе каждый день слово, что я вот-вот начну. Это баня. А, это еще и баня здесь. Это баня. Вот. Русская или финская? А какая хотите. Она на газовой печке. Можно и водой, можно и сухой как уголить. То есть, вам вообще из дома можно не выхожу? Я не выхожу. Как ты петь? Я не выхожу. Я помню, как-то Починок, когда он был министром налогов. Он собирал эстрадных звезд и рассказывал, что они должны платить налоги. Я плачу все налоги. Я так подумал, что, в общем, огромное количество людей, на самом деле, могут не платить налоги, потому что их никто не видит. А вот мы сейчас пройдем, все здесь покажем. Пожалуйста. Ничего страшного? Абсолютно. Я, как это реклама была, я люблю спать спокойно. Покажу библиотеку свою, наконец-то. Я ее выставила, все. Я никогда не думал, что книги находятся в сфере ваших первейших жизненных потребностей. Потому что эстрадные звезды у нас считаются, что, в общем, мало читают. Да, ну, у нас, кстати, про эстрадных звезд не совсем все правильно понимается часто. Кстати, обратите внимание, что я их не на показуху выставила внизу, а чисто только у себя. У меня всегда вдвоем очень много народу, поэтому мне нужна такая комнатка, где я могу послушать, что мне надо, посидеть, от всех отойти. У меня певица, не могу себе, может быть, вы сядете, чтобы мы увидели певицу за рабочим столом в кабинете. Пожалуйста. Похоже на председателя банка. Ну, может, когда-нибудь буду. Можно сюда? Ой, это уже совсем... Ну, уже захотели. Захотели. Надо смотреть. Ладно, вы могли сказать, допустим, что вот когда-то вот вы начинали совсем, вы вот обо всем об этом не читали, что будет именно так. Я иногда хожу по этому дому, хожу по участку, и честно вам скажут, думаю, неужели это все мое. Я не перестаю, клянусь вам, я не перестаю чему-то удивляться, я всегда радуюсь всему, и такое чувство какое-то, что трепет он меня не оставляет по сей день. Где здесь подмажете? Вот, подмажем. Прям вижу где. Это как раз бортики будут, и этот унитаз будет стоять там намертво. Надеюсь, что он встанет сейчас довольно ровно. То есть, если кто-то вот у себя на дачу такой ставит, то нужно учиться, вот как это делает Ирина Аллегрова. Вот. Итак, вот это был первый этап нашей растительной жизни, который мы вели на даче у Ирины Аллегровой. Закончился тем, что мы установили вот этот вот пластиковый бассейн и выкопили две ямки под фундаменты, где так уютно себя чувствует овчарка. На самом деле, завтра там также уютно себя будут чувствовать подпорные стенки, на которых будут стоять те самые живописные руины, которые мы здесь создаем. А пока можно посмотреть на то, как этот прием уже использовался в ландшафтном дизайне в царском селе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все должно выглядеть, как будто перенесено из Рима. И скульптуры, и сады, и даже термы. Задача мраморных галерей в Древнем Риме была укрыться от итальянской жары. Как известно, над Питером итальянское солнце не светит, и екатерининские открытые пространства – это всего лишь дорогая игрушка. Но зато как сделано. Уже в 18 веке колонны специально долбили, чтобы они производили впечатление ветхих. То же самое делали и с маскаронами, и со стенами галерей. Борьбу с ощущением новизны продолжили и после Екатерины, при ее внуке Александре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в таком виде это сооружение стоит здесь уже 180 лет. Доподлинно неизвестно, что же вдохновило архитектора Менеласа в 1825 году, соорудить здесь вот такое вот. Сам архитектор Менелас писал, что его вдохновила на это стоянка первобытного человека. Следы пребывания первобытного человека здесь можно обнаружить до сих пор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это тоже не остатки, не руины, а специально построенное здание. Именно так оно выглядело буквально через несколько дней после завершения. К 1824 году семья Романовых правит Россией всего лишь два с небольшим столетия. По европейским меркам для императорской семьи это просто неприлично юный возраст. Романовым своей истории не хватает, они еще достраивают чужую. В 1824 году по приказу Александра Первого архитектор Менелас здесь, в царском селе, сооружает вот эти вот руины средневековой базилики. Всего для одной скульптуры Христа. Она долгие годы стояла здесь, теперь находится в Эрмитаже, а руины продолжают жить своей жизнью. Посмотрите на колонны. Они выстроены ровно, а потом их, видимо, нарочно рушили. А в остатках крепостной стены даже сделали пробоину от ядра, которым, конечно же, никто никого не обстреливал. Но вот самое пикантное – эти лысины в штукатурке, которая якобы обвалилась. При ближайшем рассмотрении выясняется, что и проплешины, и трещины аккуратнейшим образом окантованы. И чем больше со временем рушится это диковинное произведение, тем ближе оно к авторскому замыслу. Создание романтического садика требует очень неромантической работы. И эти камни должны здесь быть на века, поэтому это все кладется на такую подушку из цемента. Честно говоря, я делаю это в первый раз в жизни. Это не толстно должно быть, да, Лена? Ну, потолще. Вот так как есть, да? Ну, мы сейчас отольем небольшой слой, потом положим арматуру, а потом зальем еще один. По бдиву от тяжелого физического труда мы освободили. Не царское это дело. Под будущие подпорные стенки заливаем фундамент. Вокруг пруда выкладываем плиты, так, чтобы края их нависали над корытом. Внутри ванны непотребство черного пластика тоже скрываем каменной облицовкой. Ни щелей, ни пластмассы видно быть не должно. Здесь можно серую большую какую-то расколотить, тонкую, совсем тонкую. Теперь сооружаем грот над прудом. Для этого используем камни разного цвета и разных пород. Это артистическая работа. Здесь самое главное положить камни так, чтобы не было ощущения, что они положат здесь специально. А теперь немного немецкого романтизма. Он предстанет искусственно состаренным кувшином, из которого будет литься тонкой струйкой вода. Кувшин должен выглядеть случайно забытым. У него одна сторона незаметно уплощена. Именно ею кувшин и будет лежать на камне. Работы продолжились на следующий день. Ирина, как вам вообще это все? Я в шоке. Я просто... У меня слов нет. В каменной джунгли? Потрясающе. Лена, объясните, что здесь произошло, что здесь вообще будет? Ну, мы сделали такой, как бы, экран. Отгородили вот немножко композицию с кувшином и водоемом. И создали искусственные руины. Порушили их кувалдой, чтобы был такой более-менее естественный вид у них. То есть, как будто здесь... Ну, теперь нужно вот создать такой, чтобы это были заросли. Как будто вот, чтобы они уже заросли, эти руины. Что до них никто не дотрагивался. Что это вообще не человеческих рук дело. Антиквариат, короче. Столетней давности. Самое главное существо, между прочим, на съемочной площадке, это вот такса. Да, сейчас. С морковкой. Ну что, давайте тогда... Давайте доделаем, попробуем руины. Давайте покажем. Так, я лучше подносить камни буду, можно? А это уже дело художника. Ирина, вот есть проблема у всех, я знаю, с репертуаром, что вот есть песни, которые нравятся, и вы их должны все время петь. Они уже вам уже и самой-то уже вот и не хочется, и уже противны, и уже знаете все, и уже обыграли так и так. Публика требует, а что-то к чему-то новому приучить практически невозможно. У вас есть такая проблема? У меня почему-то все новое, ну, 90% нового, всегда принимается сразу. То есть вот, потому что я их, наверное, очень уже хорошо чувствую, своего зрителя, поэтому я это делаю. А по поводу старого, да, бывает иногда тяжело, но тут включается актерское мастерство, и никуда не денешься. Если людям хочется, я должна это делать. И делать это с душой. За что мы, в конце концов, мы все, которые здесь сегодня собрались, мы все обслуживающие персоналки. Конечно, своего зрителя. Можно приступить к самому главному, да? Да, к водоему. Вот этот вот, как мы говорили, унитаз, на самом деле это бассейн. Это не бассейн, это декоративный водоем. Попаля! Что такое, с кувшинками? Сейчас мы заполняем его водой. Да. Я же должна хоть что-то делать. Я пока вода наполняется, я открою один таинственный мешок, который вам привезли. Черный ящик. Ой, какая красота. Сашка, смотри. Это был, жил такой человек во Франции в 1860-е годы, 70-е. Звали его Франсуа Морляк. Он экспериментировал с сортами кувшинок. До этого считалось, что все кувшинки только белые бывают. А цветные кувшинки живут только в тропиках. Так вот он для умеренного климата вывел такие сорта кувшинок, которые разноцветные. Это так называемые морляковские селекции кувшинок. И как это выглядит в настоящем виде, когда они уже огромные, взрослые, мы вам сейчас покажем. Редкий фермер осмелится взять заболоченную старицу, как, например, это бывшее русло реки Клязьма со стоячей водой. Александр Марченко решился. Теперь у него самая большая в России коллекция кувшинок. По-научному немфей. Водоемы у меня это частная собственность. Нужно было как-то использовать рыбу. Я понял, это будет нерентабельно. Но нашел способ. Пять лет разрабатывал грунты для разных. То есть для разных видов болотных растений, разный грунт. Состав этого жирного грунта Марченко не раскрывает. Прошло много лет, пока он подобрал ту смесь, в которой растут немфеи. Главный компонент – обычная глина, чтобы вода не размывала почву. Вот как кувшинки выглядят, когда их вынимаешь из привычной водной стихии. Размножается не следующим образом. Вот точка роста появилась новая. Здесь не так, но здесь вот две. Вот берут это корневище. А вот эта точка роста? Да, и вот его отрезать можно, вытащить. Ее прямо отламывают вот так, отщипывают. И такую почку можно использовать. Вот эта маленькая кувшинка, и вот до такой она будет сколько лет расти? До такой она будет года три расти. А вот на это глубине могут зимовать, или их нужно передать? Нет, все-таки глубина должна быть от поверхности грунта до поверхности воды зимой сантиметров 50-60. Что для них важно, чтобы они не вмерзли в лед. Кувшинки самые капризные и прихотливые растения для водного сада. Это для опытного человека. Но есть и совсем нетребовательные виды. Например, сорта ситников и водных злаков. Их дикие предки обитают у кромки воды в топких местах. А сорта имеют очень яркую окраску листьев. Если водоем мелкий и для кувшинки нет места, ее можно заменить растением из семейства горячавковых. Называется нимфоидос, а русское название – жабий цвет. Вот это вот, это не кувшинка, это вообще другое. Кувшинки все однодольные, а это растение из семейства горячавковых. Нимфоидос пельтата. Это самое, наверное, я вот вижу, что это, наверное, самое неприхотливое растение, потому что это как клубника усами размножается. Да, это растение очень неприхотливое и агрессивное даже. То есть его не следует сажать в естественные водоемы, мелководные естественные водоемы, потому что он разрастается так быстро, что его невозможно сдержать, и он может покрыть вот так всю поверхность. Это образцово-показательный пруд. Так должны выглядеть растения в пике формы. Но вряд ли такое доступно простому любителю. Болотные растения вообще – это высший пилотаж садоводства. Но Марченко уверен, даже если ваш пруд размером с таз для стирки белья, или если это просто вкопанная в землю старая ванна, в ней всё равно можно устроить первоклассное болото, подбирая неприхотливые виды. Сейчас самый торжественный момент. Как будто она здесь и жила. Вот красота, а. Вот это вот специальный особый решетчатый горшок, в котором сидит североамериканская медная осока. Видите, у неё корни снаружи все, и мы её поставим сюда на ступеньку. И только мы с вами будем знать о том, что здесь есть какой-то шланг, а все остальные будут думать, что… Первозданное. Первозданный водоём. Ситник из зефолия. Он как раз… Он тоже в горшочках живёт. Он в горшочках живёт и зимует, главное. Ага. Ситник мечелистный. Земноводное растение из США. Его ценят за необычные соцветия бронзового цвета. Сажать ситник лучше на глубину 3-5 сантиметров под водой. Но можно и просто в очень сырую почву. Вы вообще по дому не любите хлопотать. У вас это, как у настоящей эстрадной звезды и штатной службы. Ну, расходите, вы себе это сказать. Я очень люблю хлопотать по дому. Просто я этим занимаюсь первый раз. Ну, всё же надо начинать потихонечку, правильно? Ну, готовлю я всегда сама, когда я готовлю. А что в основном готовите? Что вы любите? Ну, что любите в основном? Ну, сегодня у меня, например, куриные котлеты и бульон куриный с потрошками. Скромненько. Вот, ну, просто, но со вкусом. Важно, что куда добавить потом. В этот маленький пруд мы посадим те растения, которые могут существовать в небольшом объёме. Пестролистный аир и рогос ускалистный. Они не боятся вымерзания, и их можно просто так оставить на зиму. А вот из-под кувшинки осенью нужно будет вынуть камень-подставку, чтобы точка роста опустилась на 20 сантиметров, то есть ниже уровня замерзания. Теперь можно приступить к самому главному. Я там соединю два провода. Запуска. Это сюрприз какой-то. Ой, какая прелесть. Вот так это всё будет выглядеть. Ой, как здорово. Это ещё не всё. Спасибо. Пожалуйста. Как красиво. Ну, я думаю, теперь надо создать такой зелёный кабинет и отгородить вот это всё пространство от леса. Начнём? Начнём. Романтические руины немыслимы на фоне забора из сетки. Поэтому мы делаем живую изгородь, основу которой составят колючие густы черновника, дикой сливы. Ближе к пруду растения благороднее. Это витекс агнус кастус, древнее библейское растение. Знаменит он вот в чём, что когда Бог велел Авраама привести жертву Исаака. Исаак, конечно, поскольку Авраам, поскольку, естественно, был человеком фанатичным верующим, то он решил пожертвовать своего сына, как известно, по Ветхому Завету. Да. И в последний момент Бог сказал ему, что он его испытывает, и послал ему ягнёнка, который он вместо него зарезал. Так вот, ягнёнок запутался в кустах. Ягнёнок был вот из этих кустов. Это вот потом библейские археологи доказали, что это было именно это растение. Вот в этих кустах запутался тот ягнёнок, который потом спас Исаака. Потрясающе. Придётся завести витекс агнус кастус, то есть... Заведём. Для контраста мы сажаем орешник с красными листьями и всю композицию увенчиваем плакучей берёзой. Посмотрите. Потрясающе. Нравится животное? Это необыкновенно. Он ещё не на всё пописывал. Да, Боря, только не надо это делать, хорошо? Сейчас мы знаете, чем занимаемся? Мы декорируем стенку сзади кизильниками, чтобы было ощущение, что она заросшая, что она здесь была тысячу лет, что здесь ничего не менялось, что здесь всё уже, трава сама выросла. Понимаете, кувшин. Вы там когда-то несли вино на плече, в амфоре. Забыли, положили на камень. А потом выпила средство Макрополос и сегодня здесь живу. Так, сажаем тис. Теперь, надо посмотреть, мрачное, тяжёлое и странное растение. Красота какая. Любимое растение англичан, английских лордов. Всё красиво. Какими качествами должен быть мужчина, чтобы вам понравиться? О, Боже, ну прям, ну и вопросик. Ну, интересно. Я всегда говорю, мужчина должен быть мужчина с большой буквы. Паша, давайте. Во всех смыслах. Ну что он должен, ну там, мы не знаем, уметь. Тащите его из-за него. Вы могли бы полюбить человека бедного? У меня все мужья были бедные вначале. У меня не было ни одного богатого мужа, всех четырёх. Ой, какая красота. С вами тис сажать приятно. Спасибо. Представляете, такая история, что ваши песни не будут уже слушать, потому что время пройдёт. А тис будет расти. А тис будет расти. Вас это... Не угнетает? Нет. Ну, правда, он растёт 500-600 лет. В каменном мощении мы нарочно оставили прорехи для того, чтобы посадить туда изысканные мелочи. Цель, как будто бы эти растения столетиями пробивались сквозь каменную толщу. Звёздами здесь будут почвопокровные растения. Новозеландская оцена и пестролистный арабис Фердинанда Кобурга. Название царское. Теперь на очереди ещё одна изысканная штука. Родственник нашего лесного растения. Там, не знаю, мы вот туда под берёзу его будем смотреть, да? Да, вот под берёзу. Вербейник клетровидный. Это родственник обычного жёлтого вербейника в изобилии, покрывающего заливные луга в Европе. Но у этого американского вида изящные белые соцветия, и он не так агрессивен, как европейский вид. Любит влажность, полутень и прекрасно размножается делением кустов. Ирина, ваш выход. Иду. Давайте вот эти вот горшочки вынимайте. Это один из видов рода душица. Это альпийская душица низкая. Она пахнет. Пахнет. Ой, как чабрец. Да. Так это ближайший родственник. А я боюсь вытаскивать, когда они нежные. Вот с этим точно ничего не случится. В грот мы подсадим новый редкий сорт хостер. Она так и останется крошечной, лишь разрастётся в этой влажной пещерке. О, это грандиозный момент. Наконец-то мы кладём руины. То есть, то, что мы считаем руинами. То есть, вот была колонна, вот капитель, основание. И вот, от времени, вы так давно уже на этой даче. Когда-то у вас здесь стоял особняк с колоннами. Даже не особняк, а парфенон какой-то стоял. Храм Дианы. Потом прошло много времени. Сюда ворвались завоеватели. Кольница. Всё это рухнуло. И теперь у вас руины благородные. Я вот сейчас своё состояние не могу без них. Я настолько чувствую себя не в своей тарелке. Это, по-моему, даже видно. Потому что это совсем другой вид искусства, от которого я просто сегодня так, мягко говоря, прибалдела. Вы участвовали, вы участвовали. Чтобы живая изгородь осталась зелёной и в зимние холода, добавим в неё рододендерн и вечно зелёную магонию. Её синие плоды спасали от цинги американских индейцев. А насколько бы вы рассчитываете свою артистическую карьеру? Ну, я каждую пятилетку говорю, что вот ещё пять лет, и я вот... Так же и сейчас. Не, я всё время прошу, я вот даже как-то сказала, что я прошу Господа Бога меня вразумить в тот момент, когда надо будет красиво и вовремя уйти. Чтобы осталось хорошее впечатление. Нам то же самое предстоит сегодня. Красиво и вовремя уйти. Для этого нам нужно посадить ещё совершенно замечательные североамериканские растения, которые... Мы действительно будем на вас ставить эксперимент. Пока они ещё у нас не опробованы как следует. Будем пробовать. Будем пробовать. Я за. Лобелия кардинальская. Это североамериканское растение сырых лугов родственно однолетним лобелиям, которые в массе высаживают в садах и парках. Но у кардинальской лобелии цветки красные, и это высокое многолетнее растение. На зиму его обязательно нужно укрывать. Поскольку мы делаем патио, то есть внутренний дворик, то в патио нужно где-то присесть. Заранее уже тут... В зарослях? В зарослях. Тут заранее уже положили плитку. Вот. Стоит. Слушай, какая умница. Сюда же камни размер вымеряло. Так. Ну вот. Теперь осталось последнее. Присесть. Последний такой гвоздь программы это расставить светильники со свечками. Эти светильники самые простые жестяные коробочки со свечками. Со всех сторон свечи закрыты стёклами, так что их ни ветер не задует, ни дождь не зальёт. А вычурнее здесь ничего и не нужно. Ну вот. Теперь можно ходить и любоваться. Да, можно сесть. Давайте присядем. Посмотреть на всё это дело. Давайте, Леночка. Иди к нам. Что у вас? Сейчас в серединку. И посмотрим. Конечно, можно закончить программу сидя, потому что мы впервые поставили скамейку, и можно, наконец, сидя полюбоваться на то, что мы делали. Самая тяжёлая часть работы, она осталась за кадром, конечно, потому что это была тяжёлая бетонно-каменная работа. Но результат получился, какой вы видите. Спасибо, Лена, и спасибо, Ирина, за то, что вы предоставили нам площадку для экспериментов. А вам огромное спасибо за эту красоту. Ирина, ирина. Ирина. Ирина, ирина. Ирина. Субтитры создавал DimaTorzok